Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – нестационарная теория возмущений. Если вы посмотрите программу, то обнаружите, что первые четыре лекции этого осеннего семестра – это небольшой цикл лекций, посвященных приближенным методам, которые основаны на разложении по некоторому малому параметру. На следующей неделе мы с вами перейдем к новому разделу обобщения квантовой механики на лекивистский случай. Но не случайно этот лекивистский случай поставлен за вот этим циклом, потому что даже там при прослеживании перехода в нелекивистское приближение нам придется пользоваться аналогичными разложениями по малому параметру, который равен отношению скорости нелекивистской частицы к скорости света. Но это будет в следующий раз. Итак, сегодня мы начинаем с того же, с чего начинали прошлые лекции. Допустим, у нас есть замкнутая система, которая описывается вектором, независимым от времени гаментунианом H0. И его собственные векторы и собственные значения известны. То есть можно поставить задачу о его собственных векторах и его собственных значениях, которые определяют, которые мы считаем известны из этого уравнения, они определяют стационарное состояние. А это номер состояния, как это было в прошлый раз. Но небольшое отличие состоит в том, что здесь мы не будем писать индекс 0 при энергии, потому что никаких других энергий у нас сегодня не будет. Начинаете векторы оргно-армированные. Так, теперь представим себе, что в некоторый момент времени наша замкнутая система вступает во взаимодействие с некоторыми другими системами, с окружением. Тогда в гаментуниану добавляется слагаемое, описывающее взаимодействие, энергию взаимодействия с этим окружением. И если вот это взаимодействие началось, значит, этот оператор зависит от времени. В.А.Т. оператор взаимодействия системы нашей с окружением. Примем, что момент времени, в который начинается это взаимодействие, примем за 0. Поэтому будем всюду далее считать, что В.А.Т. тождественно равно 0, если время меньше 0. Тогда получается, что если, предположим, что до начала взаимодействия система находилась в некотором стационарном состоянии. Назовем его вот так, И. Это можно считать, что значение К, соответствующее начальному состоянию, или проще считать, что это первая буква от слова initial, начальное состояние. Так вот, до момента времени 0 система находилась в стационарном состоянии И, а после она будет находиться уже в некотором состоянии, зависящем от времени. То есть вектор состояния будет зависеть от времени. Но его всегда можно искать в виде разложения по известному базису стационарных состояний собственных векторов и операторах H0. Сумма по К, по К, на К. Где АК от Т, это в сущности амплитуда вероятности того, что в момент времени Т система будет обнаружена в этом картом состоянии. Заметим, что поскольку вектор состояния непрерывен, то в момент времени 0 он должен совпадать с начальным состоянием. Значит, здесь в момент времени 0 должно стоять только И, отсюда следует, что АК от 0 равняется вельта Каи, силу кроника. Так вот, если вначале это силу кроника, дальше это как бы силу кроника размывается. Это перестает быть единицей при одном значении, нулями при другим значениях. И, соответственно, квадрат модуля такой амплитуды, амплитудная вероятность перехода. То есть при Т больше нуля, мы получаем вероятность перехода из состояния начального в конечное Ка Т. Значит, будем считать, что это переход, поэтому Ка не равняется И. И это зависит от времени, и вероятность, как уже было сказано, есть квадрат модуля амплитуды вероятности. Таким образом, задача о возмущении, зависящем от времени, поэтому это не стационарная теория возмущения, это задача о переходах, о вероятности перехода из одних стационарных состояний в другие стационарные состояний. Так, для того, чтобы решить эту задачу, нужно развить некоторый метод вычисления вот этих вот амплитуд. Значит, поступим здесь следующим образом. Во-первых, примем, что вектор состояния удовлетворяет временному уравнению Шейнингера, или общему уравнению Шейнингера. И на H, производное векторное состояние по времени, равняется полный геметаниан H0 плюс VT на вектор состояния. Дальше, начальные условия. В момент времени 0, как мы сказали, до момента 0 система находилась в начале в Сейнинг, соответственно, при 0 она тоже там находится, условия непрерывности. Когда мы с вами разбирали такие временные задачи в прошлом семестре, то мы там работали всегда с геметанианами, зависящими от времени. И очень просто писали оператор эволюции. На самом деле, оператор эволюции можно написать всегда. Разумеется, всегда есть какой-то оператор, который связывает состояние в момент времени 0 с состоянием в момент времени T. Не всегда его просто написать, этот оператор, но общий вид, букву U, мы написать всегда можем. То есть, разумеется, все AT равняется некоторым оператору эволюции UAT, это унитарный оператор, поскольку он сохраняет норму, на начальное состояние. Но только это ни в коем случае не будет равняться вот такой вот экспоненте. Плюс VAT на T на H. Ну, просто потому, что это неправильно. То есть, при попытке подставить это сюда, вы ничего хорошего не получите. Эта экспонента работала только тогда, когда VAT не было. Значит, здесь VAT не было, а здесь стояла оператор, независимая от времени на T. Вот это был оператор эволюции для случая замкнутой системы с независимой от времени Гаментенеаном. Вот. Но почему я это пишу? Я хочу вам напомнить, что когда вот не было VAT, мы вот так оператор эволюции писали. И это была одновременно связь между вектором состояния представления Шридингера, когда вектором состояния зависит от времени, и вектором состояния представления Гейзенберга. Когда вектор состояния от времени не зависит, в любой момент времени он равен самому себе в начальном состоянии. Так вот, здесь вот удобно вести вот такое определение. Давайте вектор состояния в момент времени T выразим через некоторый другой вектор состояния, используя оператор эволюции, который был бы, если бы не было бы возмущения. E в степени минус И, H0 на T на H. Пси штрих от T. То есть, что-то напоминает связь, если бы не было бы VAT, вот это вот было бы просто вектор состояния постоянный, начальный, независимый от времени, вектор состояния представления Гейзенберга. А теперь, когда есть VAT, то это, конечно, не есть некий вектор. Вектор, зависимый от времени. Вот он называется вектором в представлении взаимодействия. Представление взаимодействия. Можно, сейчас мы с вами покажем, что уравнение для него выглядит проще, чем уравнение для этого Пси от T, но, соответственно, с ним более удобно, удобнее работать, поэтому его им вводят. Итак, заметим, что начальное условие Пси от 0 равняется И, то, что было здесь написано. Вот. Оно может быть продолжено, при Т равняется 0, правая часть здесь, это есть Пси штрих в 0, потому что экспонент обращается в единице. То есть, начальное состояние вектора представления взаимодействия такое же, как и просто вектора. Теперь давайте получим уравнение для этого вектора состояния представления взаимодействия. Давайте просто подставим производное Пси от T вот сюда вот влево, ну и напишем правую часть. Сразу давайте подставлять производное вот этого выражения в левую часть. Итак, И на H, дальше скобочку откроем, подставляемся на производное по времени от этого выражения. Лево дифференцирован экспонента, получаем минус И делить на H, H 0, дальше та же самая экспонента. Пси штрих. Лево дифференцирован Пси штрих. То есть, тут будет плюс экспонента, производное Пси штрих по Т. Равняется правая часть H 0 на Пси от Т, где Пси от Т пишем в этой форме. Плюс возмущение, извините, не возмущение, оператор взаимодействия правильно. Слово пишем Пси от Т вот в этой форме. И тогда легко видеть, что при раскрытии скобок минус И на И даст плюс, H сократится, и первое слагаемое слева будет в точности равняться первому слагаемому справа. Таким образом получается уравнение, вот состоящее из двух этих слагаемых. Оно может быть упрощено, если домножить левую и правую часть на оператор, обратный к этой экспоненте. То есть, просто такая же экспонент, только со знаком плюс. Получится уравнение, значит, вместо вот этого уравнения получится уравнение И на H производное Д в Си штрих от Т от Т равняется, значит, действуя обратным оператором, получается Е в степени И, H0, T на H В от Т и в степени минус И, H0, T на H на Пси штрихы. С начальным условием вот таким Пси штрих от доля равняется И. Вот отсюда и видно, почему это называется вектор состояния представления взаимодействия, потому что вся его эволюция определяется вот этим вектором, вот этим взаимодействием. Если взаимодействие отсутствовало бы, В равнял бы нулю, то это был просто констант, это был бы вот вектор состояния представления Гейзенберга, то есть постоянный вектор. Так, но теперь дальше, что дальше? Нужно вот из этого равнения более простого, чем исходное, все-таки получить вот этот самый Пси штрих от Т. И дальше мы включаем опять ту же логику, которую уже использовали. Естественно, выискать видеоразложение по известному базису, то есть вот этот самый Пси штрих от Т всегда может быть записан в виде разложения по известному базису, собственно, вектором оператора H0. Вот так вот. Вот это мы, как говорили в прошлый раз, напоминаю, что это есть в сущности компоненты вектора столбца, если К пробегает один, два, три, и все эти числа стоят в виде столбика, то получаете вектор столбец. Это Пси штрих от Т КТ компонента. Или ее можно назвать, просто переопределить, переименовать в коэффициент СК от Т, так, чтобы здесь была более простая запись сумма коэффициентов СК от Т по векторам К. Но помним, что СК от Т это есть компоненты вектора столбца. Для вектора для вектора представления взаимодействия записано в виде вектора столбца. Так, и вот это вот начально, да, и отсюда подставляя подставляет разложение вот в это уравнение, мы можем получить уравнение теперь для этих коэффициентов СК от Т. Итак, сделаем это, подставляем это разложение вот сюда, вот, и на, отступим немножечко, и на H сумма по К, производная по времени от коэффициента СК от Т, обозначим ее точкой наверху, и, собственно, это все, вот, а справа будет стоять вот этот вот сложный оператор, куда включен оператор взаимодействия, на такую же сумму. Теперь воспользуемся условием ортнормированности вот этих векторов и спроекцируем это все на некоторый вектор, который мы назовем вектор N. Тогда К на N это, в соответствии с этой формулой символа Кроникера, в этой сумме выживает только одно слагаемое и H с N с точкой от Т равняется. Так, проецируем, да, прежде чем вы проецируете направо, давайте заметим, что, когда вот такая экспонента проносится вот сюда и действует на вектор Х, то получается E в степени минус и ЕК на Т на H. Просто потому, что Х, собственно, вектор оператора H0, поэтому, если экспонент расписать в виде ряда степенного по степеням H0, то каждая степень H0 действия на H даст нам соответствующую степень собственного значения, тогда вся эта ряд снова соберется в такой же экспонент, только вместо H0 будет собственное значение. Вот, а когда мы вектор N действуем слева, то вот этот оператор действует как бы назад выдаст нам, поскольку N это есть собственный вектор оператора H0, выдаст нам вот такую экспонент И D N T делить на H. Ну, можете сами в этом разобраться, если действовать более просто, надо вот этот оператор перенести налево в виде ремидового сопряжения, подействовать, а потом то, что получилось, вернуть обратно с комплектом сопряжения. У вас получится вот такой вот экспонент. Это на данном жаргоне называют действие назад. Вот. Получается дальше, мы проходим сквозь вот эту экспонент, и получается матричный элемент. Слева степь N, здесь оператор VAT. Так, прошу прощения, давайте сделаем, напишем получше. Вот эту сумму вытащим вот сюда вот. Сумму по K. Коэффициенты C, K, T. Это числа. А тут дальше будет матричный элемент N, V и K. И вот эту вот экспоненту умножить на, умножить на экспоненту E в степени минус I, V, K, T делить на H. Вот. Итак, если переписать это все совсем в красивом виде, то для коэффициентов разложения, для коэффициентов разложения вектора в представлении взаимодействия по Байрису и собственных векторов оператора H0, получается такая формула. C, N, T с точкой равняется. Вот этот коэффициент переносим направо, то есть делим на H, домножаем на минус I. Минус I на H, сумма по K, коэффициент C, K, от T, матричный элемент N, V, T, K. И вот эти две экспоненты объединяем в одну, получается E в степени I, энергия N-го состояния минус энергия K-го состояния на T, делить на H. Так, с начальным условием C, N от 0, давайте смотреть, вот у нас написано, что в C' от T есть сумма по K, C, K от T, в начальном момент времени при 0, здесь должно получаться I. Значит, ясно, что в нулевом момент времени это должно быть символом Хроникера, чтобы из этой суммы оставалось только состояние K равняется I. Поэтому C, N от 0, равняется дельта N и T. То есть, дельта K и T, а там, поскольку индекс N, дельта N и T. Вот, то есть, как бы подытоживая, если мы интересуемся исходным, полным вектором состояния, то полный вектор состояния, Пси от T, был нами определен, как оператор эволюции невозмущенной системы, то есть замкнутой системы, на вектор состояния представления взаимодействия. Этот вектор состояния представления взаимодействия оказался представлен в виде разложения по базису, собственно, вектором H0 с этими коэффициентами. Когда мы эту сумму сюда подставляем, то вот эти экспоненты, действуя на K, снова он дает нам ровно такой же экспонент. То есть, здесь получается сумма по K, CKT от T, E в степени минус I, EK на T на H на K. Вот это то, что мы с вами вначале назвали АК от T. Мы сказали, что всегда можно Пси от T искать в виде разложения по известному базису. Вот мы снова его получили, и мы видим, что коэффициенты АК просто выражаются через коэффициенты ЦК, для которых получается самая простая система. Это уравнение первого порядка по времени, ну, система уравнения первого порядка по времени, для коэффициентов, зависящих от времени. Но помним, что квадрат модуля вот этого А определял вероятность перехода, так вот, ясно, что когда вы берете квадрат модуль А, вы получаете квадрат модуль С. То есть, получается, что квадрат модуль этого С, и они как раз и определяют вероятность перехода в начальное состояние, в состояние отличное от начальных. Так, вот тем самым мы с вами сформулировали общий подход. Я иногда произносил слово возмущение, но это было неправильно. То есть, пока речь не идет о возмущении, а речь пока идет об операторе взаимодействия замкнутой системы, исходной замкнутой системы с некоторым окружением, при этом замкнутая система перестает быть замкнутой. Поэтому в ней начинаются переходы. Так, в некоторых случаях, в некоторых случаях, вот эта система может быть решена точно. То есть, каким бы ни было, берется некоторое взаимодействие, и вот эта система из уравнений решается точно, и тогда вы просто точно решаете задачу, точно получаете вероятность всех переходов как функции времени. Но, как правило, конечно, такие системы аналитически не решаются. Вот. Более того, даже при численном решении, надо иметь в виду, что вообще-то здесь стоит n, а n это 1, 2, 3. То есть, если исходный парус у вас бесконечный, то для того, чтобы решать систему бесконечного числа уравнений, вам, конечно, ее надо где-то обрывать. И вот это уже само по себе есть приближение. То есть, даже численное решение у системы будет сопряжено с некоторыми приближениями. Вот. Но хотелось бы получить какой-то простой подход к вычислению вероятностей, если есть некоторое упрощение. И вот дальше мы вводим такое же упрощение, какое было на предыдущей лекции. Допустим, вот это взаимодействие, оно мало. Оно несет в себе определенные малости. Тогда мы можем использовать малые параметры для того, чтобы как-то продвинуться в решении вот этой совершенно общей задачи. Итак, пусть матричный элемент от возмущения имеет малость ε по отношению к характерному матричному элементу оператора h0. ε много меньше единицы. Вот тогда этот оператор взаимодействия называется возмущением, малым возмущением. Давайте посмотрим, как можно воспользоваться появлением малого параметра. Вот точно так же, как мы раньше действовали. У нас есть неизвестные величины c на t. Давайте их искать в виде ряда по другим величинам, каждое слагаемое в этом ряду меньше предыдущего на фактор ε. То есть, ищем неизвестные величины c на t в виде ряда вклад на любого порядка по возмущению плюс вклад первого порядка по возмущению и так далее. То есть, если это принимается за единицу, то вот это имеет малость ε по отношению к c0 от t, это имеет малость ε в квадрат и так далее. Значит, при этом, что у нас получается в нулевой момент времени? c0,0 плюс cn,1,0 в нуле, плюс cn,2 в нуле, плюс и так далее. И это должно равняться с дельта n и t. Ну, дельта n и t это единица, если n равняется i, поэтому эта величина порядка единицы, в ней нет малости. И эта величина порядка единицы, в ней нет малости. Поэтому очевидно, что величину одного порядка надо приравнять друг к другу. И отсюда возникает простое условие на вот эти вот новые функции, которые мы здесь вводим, что c в нулевом приближении, взятое в нулевом момент времени, это есть дельта n и t, а все остальные слагаемые первого порядка в нулевом момент времени равняются c второго порядка в нулевом момент времени и так далее. Они все равны нулю. Хорошо. Теперь подставляем этот ряд в точное уравнение. С левой стороны получается cn с точкой нулевое, плюс cn первое нулевое, плюс cn второе нулевое, плюс и так далее. Дальше снова ряд cn второе, плюс cn второе, плюс и так далее. На матричный элемент возмущения, давайте попроще напишем, v с индексами nk, завище от времени, на экспоненту i dn минус ek на t делить на h. Вот, это порядка единицы, это ε, это ε, это ε квадрат, это единица, это ε, и возмущение у нас по определению ε. Ну, это понятно, понятно, что она порядка единицы. Тогда в нулевом приближении, когда мы учитываем только слагаемые порядки единицы, в нулевом, это ε в нулевой степени единицы. Получается, cn нулевое с точкой от t равняется нулю, потому что здесь нет слагаемых нулевого порядка, здесь в качестве ноль стоит v, который имеет ε, поэтому здесь минимальное слагаемое по штабу ε. Поэтому в нулевом приближении это ноль. То есть, вот эта вот функция является постоянной величиной, раз ее производная равна нулю. Значит, эта функция cn в нулевом приближении от t совпадает, например, со своим начальным значением, раз это константа. А начальное значение мы знаем, это символ кроника. Таким образом, мы установили вектор коэффициента в нулевом приближении, дельта n и. Дальше первое приближение. Первое приближение. С левой стороны стоит cn с точкой первая от t равняется минус и h. И здесь будет произведение c в нулевом приближении на v в первом приближении. Это слагаемое первого порядка. Так вот, это слагаемое мы уже нашли. Это дельта n и t, значит, здесь это дельта k и t. Поэтому сумма вычисляется, то есть в этой сумме остается единственное слагаемое, когда k равняется i. И получается vn и t от t. На экспоненту, где здесь вместо k получается i. n и e n минус e i на t делить на h. С начальным условием c в первом приближении, n в нуле, равняется нулю. Вот здесь это написано. Вот. И смотрите, какое простое выражение получилось. Первая производная неизвестная функция равняется известной функции. Мы же знаем начальную энергию, энергию собственного вектора, собственное значение оператора h0. А вот это матричный элемент по известным собственным векторам, вот известного оператора взаимодействия. То есть это просто известная функция. Поэтому решение этого уравнения – это просто интеграл от вот этой вот известной функции, которую константно надо подобрать так, чтобы выполнялось начальное условие. Ну, легко сообразить, что самый простой способ записать это решение заключается в следующем. С, n, 1, 1, от t. Надо просто записать это в виде определенного интеграла от 0 до текущего времени t. От правой части vn и t от t штрих e в степени и n минус e и t т штрих на h dt штрих. Вот. Поэтому при t равняется 0, это автоматически обращается в 0, а если вы берете первую производную, то вы получаете выражение, стоящее под мигралом, умноженное на минус, делить на h, вот то, что здесь у нас стоит. Вот это и есть решение задачи. Вот. Обычно на этом и останавливается. То есть, вот это выражение дает нам уже вероятность перехода, амплитуду перехода с точностью, ну, как бы с точностью до первого порядка. Если даже для каких-то состояний у вас этот матричный элемент равен 0, ну, значит, в первом приближении туда переходы не идут, но не может быть так, что все матричные элементы на все состояния обратились 0, поэтому мы получим тогда ответ, что в какие состояния преимущественно идет переход в первом порядке теории возмущений. Так, собственно, вот на этом месте такая общая часть заканчивается, и дальше давайте рассмотрим два примера. Дальше мы не будем решать, не сказать, второй порядок, хотя можно было бы действовать вот по этой схеме и находить более точное выражение для амплитуд перехода в другие состояния. Давайте воспользуемся вот этой формулой, воспользуемся вот этой вот формулой для того, чтобы посмотреть, как работает эта теория в двух, или этот метод, лучше сказать, в двух частных случаях. Первый частный случай – взаимодействие, действующее в течение конечного времени. Взаимодействие, действующее, или просто конечное время. Имеется в виду следующий символический график. Имеется в виду следующий символический график. Оператор V от T. Символический, потому что оператор, конечно, есть число, и график рисовать нельзя, но символически можно. Итак, мы договорились с вами сразу, что за ноль берется то значение времени, когда начинается взаимодействие, поэтому до нуля здесь ноль, а потом взаимодействие начинает действовать, и вот когда говорят о конечном времени, имеется в виду, что под действием оно начинает убывать. Не обязательно оно убывает прямо в какое-то конечное время до нуля. Оно может экспоненциально убывать, но есть какое-то характерное время Тау, за которое мы им уже можем полностью принять ввече взаимодействие. Вот это и называется конечное время. Так, тогда ясно, что если система находилась в состоянии начальника ИТа, то вот это и есть объемная вероятность того, что вы оброжаете ее вентом состоянии. И, конечно, нас интересует асимптотика, что будет за момент времени больше, чем Та. Тау. Или, имея в виду, что вот может быть такая ситуация, что возмущение падает достаточно быстро, так что за Тау можно уже пренебречь этим, будем интересоваться асимптотическим значением СН1 от Т, то есть при Т стремяющей бесконечности, где возмущение заведомо обращается в ноль. И сразу напишем вероятность. То есть вероятность перехода из И в Н, имеется в виду, что Н не равняется И, от плюс бесконечности, равняется соответствующему коэффициенту С1. В первом порядке, Н от плюс бесконечности, то есть равняется 1 делить на h в квадрате, если брать квадрат модуля, вот это выражение, 1 делить на h в квадрате, на квадрат модуля интеграла от нуля до бесконечности В, Н, И, Т, А, Т. Здесь, поскольку Т исчезло, Т штрих переименовывал в Т. Экспонента И, Е, Н, Е, И, Т на Т делить на h, ДТ. Вот вычисление такого интеграла даст на вероятность перехода изначального состояния в конечном. Какие примеры? Вот что это такое? Это может быть какая-то система, на которую вы подействовали импульсным полем. Импульсным полем, то есть вот импульс длительности Тао. Значит, при этом, называют иногда встряской. Встряхнули система. Она может, была в начальном состоянии и там, а потом после этого импульса, после этой встряски, вы можете с каким-то вероятностью обнаруживать в состояниях с более высокими энергиями или с более низкими энергиями, если вы находились не в основном состоянии. Или другой пример, ну, просто чуть-чуть физически другой. Есть атом, который находится в некотором состоянии, может быть, основном, может быть, возбужденным. А мимо него пролетают заряженные частицы тяжелые. Такая заряженная частица фактически не чувствует этот атом, он нейтральный. Но зато атом чувствует электрическое поле вот этой пролетающей частицы. И вот это электрическое поле, которое сначала было ноль, частица была далеко, и в конце ноль, частица улетает далеко, тоже будет давать вот какой-то такой импульс. И атом при этом может перейти в другие состояния, если он был в основном, он может при этом перейти в возбужденным. После этого он испустит фотон. И зарегистрировав этот фотон, мы узнали, с какой вероятностью атом оказался на возбужденном состоянии. То есть вот это число можно проверять таким способом. Так. Значит, видно, что все сводится к вычислению интеграла от известной функции с известной экспонентой. И посмотрим здесь только на один крайний случай важный. который называется адиопатическое возмущение. Адиопатическое возмущение. Возмущение. В литературе это встречается, такое понятие, что называется адиопатическое возмущение. Адиопатическое возмущение называется случай, когда вот это время велико. Когда это время велико, то есть это означает, что достаточно медленно возрастало возмущение, а потом достаточно медленно оно убывает. Ну раз Тау велико, то значит это все как-то растянка в пространстве. Значит, по сравнению с чем Тау велико? С каким-то характерным временем задачи. Если посмотреть вот на эту формулу, то понятно, что единственное характерное время задачи, которое здесь есть, и раз это Т, то при ней стоит величина обратное время. Значит, берем это обратное время, переворачиваем, получаем просто время. Это h деленное на расстояние между уровнями n и i. n и i. Вот. А на самом деле это называется характерное время жизни системы. Если, например, взять атом водорода и взять разность энергией между первым возбужденным состоянием и основным состоянием, и посчитать вот это время, то это будет по порядку величины, ну с точностью до некоторого численного коэффициента, время обращения электрона по первой Боровской орбите вот в простейшей Боровской модели, когда электрон движется как классическая частица по круговой орбите. Вот. Ну, можете сами это проверить. Ну, в общем, это некое характерное время, связанное с движениями внутри атома. Так вот, что будет, если у нас возмущение достаточно действует в течение такого долгого времени, что мы можем сказать, что оно действует медленно, долго вот в этом смысле? Что может произойти с таким интегралом? То есть мы видим с вами, что вот эта величина при этом, если перенести, становится, если t порядка tau, то эта величина становится очень большой, много больше единицы. То есть это означает, что когда интегрируете плавную функцию, вы ее интегрируете с экспонентой, которая успевает много раз просценировать вот на этой плавной функции. Но это означает, что, поскольку экспоненты это у вас чередование положительных и отрицательных значений, если вы видите, действительно часть экспонента, то получается просто, что этот интеграл зарезается, как говорят, и он фактически обращается в нуль. То есть в этом случае вероятность переходов и в n, n не равняется и, обращается в нуль. То есть при медленном взаимодействии, при адиабатическом измущении, переходы не происходят. Вы можете спросить, какое это имеет отношение к терминомическим процессам, которые называются адиабатические. Адиабатическим процессом называются процессы без передачи тепла и без передачи тепла. Но надо вспомнить, что там речь идет о равновесных позиционарных процессах. И это очень важно, что процесс должен быть не только проходить без передачи тепла, но и происходить позиционарно, то есть медленно. Вот это и есть условие медленности, если рассматривать терминомическую систему как квантовая система, вот это и есть условие медленности, при которой процесс может считаться коэстационарным. То есть если он не таковой, то это, собственно, не есть то, что называют адиабатическим процессом. Но это предмет для следующего семестра, когда вы будете изучать статистическую физику, рассматривать терминомическую систему как квантовая система. Так, хорошо. И переходим теперь по второму примеру, который называется периодическое возмущение. Формула нам нужна, все остальное я могу стереть. Второй пример. Периодическое возмущение. Символическая картинка будет выглядеть так. В, Т. До нуля у вас ничего не было, а потом включилось периодическое возмущение. Значит, самое простое периодическое возмущение, это гармоническое возмущение, давайте его и рассматривать. Ну, в общем случае, всегда можно разложить по гармоникам, поэтому фундаментальная задача, это, конечно, в гармоническом периодическом поле. Поскольку оператор В, то есть напишем общий случай, в общем случае возмущение, действующее по гармоническому закону, это периодическое, можно представить в такой форме. В как функция времени, есть В как некоторая константа, тут уж так принято использовать одну и ту же букву, только если мы не пишем зависимость от времени, то это и есть константа. На Е в степени минус И омега Т. И поскольку возмущение даже термитовым операторам, сюда приписывают часть, которая делает весь этот оператор имитом, то есть просто термитовосопряженную часть. На экспоненту плюс И омега Т. Значит, это есть периодическое гармоническое возбуждение с частотой О. Так, посмотрим, как оно будет воздействовать на англосистему, какие вероятности переходов при этом будут возникать. Ну, эта задача тоже понятна о чем. Есть, например, у вас атом, и вы на него действуете периодическим полем, то есть просто посылаете на него электромагнитную волну, которая периодически раскачивается с частотой Омега. То есть спрашивается, что при этом происходит. Так, для этого надо подставить вот этот оператор вот сюда, вот в матричный элемент. Понятно, что матричный элемент превратится в матричный элемент от вот этих вот постоянных операторов, а в зависимости от времени может быть прибавлено в это экспонент. Давайте это здесь сейчас аккуратненько и напишем. Итак, СН1 в случае периодического возмущения от Т равняется минус ИН. Дальше, матричный элемент по состояниям Н и И, вот от этого постоянного оператора, поэтому он вынесется за знак интеграла. И я напишу в разъемной форме матричный элемент от постоянного оператора В, между ИНом состоянием и ИНом состоянием. Дальше вот это экспонент может быть добавлено вот сюда. То есть интеграл от 0 до Т, Е в степени И, ЕН минус ЕИ. Так, и здесь минус Иомега Т, поэтому будет минус, поскольку деление на H, то значит добавляем сюда, умножаем на H и делим на H. Минус H омега Т штрих, деление на H, ДТ штрих. Вот, и точно такой же трюк со второй частью. Это нам даст минус И на H, Н от В крест, ИТ от 0 до Т. И такая же стока экспонента, только тут был минус, при Омеге минус, а тут при Омеге плюс. Поэтому здесь вот поменяется знак. И ЕН минус ЕИТ плюс H омега на Т штрих делить на H, ДТ штрих. Вот такой выражение. Дальше, интеграл очевидно вычисляется элементарно, это интеграл от экспонента. Вот, более того, тут уже многое сделано для того, чтобы было проще вычислять этот интеграл. Значит, нужно под дифференциалом организовать такую же величину, которая стоит в показателе экспонента. Значит, время надо умножить на мнимую единицу на такую скобку и делить на H. Но мнимые единицы и H у нас уже здесь стоят. Значит, мы их сюда затаскиваем. Остается только домножить на вот эту вот скобку и поделить на эту скобку. Ну, после чего получается интеграл типа Е в степени Х по ДХ. Я отсутствую, что интеграл равняется Е в степени Х на верхнем пределе минус на нижнем пределе. Поэтому, с вашего позволения, я здесь сразу напишу ответ. Это интеграл, значит, вот это экспонент на верхнем пределе Е в степени... Чуть пониже. Е в степени И ЕН минус ЕИТ. Так, или давайте я не буду жадничать. Я просто сейчас перепишу все это в виде отдельной формулы. СН1АТ равняется... Так, вот и на H ушло в интеграл, поэтому минус стоит. Дальше вот это есть ВНИТ. Матричный элемент. Мы уже поняли, что это такое. Так, дальше вот этот интеграл получился с экспонента на верхнем пределе. На T делить на H. Минус экспонент на нижнем пределе. Хритер равняется 0, а экспонент равен 1. И деленное на вот эту вот скобку, которая получалась для того, чтобы организовать дифференциал то же, что стоит в экспоненте. ВНИТ минус ЕИТ минус H. Так, минус... Здесь вот просто надо осознать, что В-крест можно перетащить сюда, крест исчезнет. И перевернуть этот матричный элемент. И получается ВИНТ, но при переворачивании возникает знак комплекса сопряжения. Так, а дальше все то же самое, только вместо минус H омега будет стоять плюс H омега. Е в степени И, ЕН минус ЕИТ плюс H омега на Т делить на H минус 1, деленное на ЕН минус ЕИТ плюс H омега. Давайте я даже все лишнее сотру, чтобы тут не было ощущения, что ЕИТ с ноликом. Нолик это был от нижнего предела интегрирования. Здесь тоже нет никакого нолика. Получается вот такая амплитуда перехода из ИТ в состояние ВН и состояние к моменту времени Т. Вот. И, конечно, эта формула, она кажется просто очень сложной, потому что это же амплитуда, и для того, чтобы получить вероятность, нужно взять квадрат модуля этой амплитуды, взять модуль и еще квадрат возвести. Кажется, что это будет нечто невероятно трудно понимаемое. Вот. Однако, если вдуматься, то мы сейчас с вами очень ловко все тут упростим. Давайте чуть-чуть подумаем о физике. А что, собственно, должно происходить, когда на атом действует периодическое возмущение? Примитивное ощущение такое, что если периодическое возмущение, то это просто некое раскачивание. Атом просто раскачивается. Но давайте вспомним задачку из школьной физики, которая называется задача о фотоэффекте. Вот. Ответ там известен. Фотоэффект это как раз и есть результат действия на атом периодического электромагнитного поля. Эта задачка восходит в задание полностью, но сейчас я такой ее только набросок сделаю и воспользуюсь этой задачкой для того, чтобы упростить вот это выражение, исходя из физических соображений, а не математических. Вот, допустим, у нас есть атом. Так вот условно я нарисую. Атом находится в начале координат. Вот это какая-то координата Х пусть будет. Вот это координата ИГР. Вот дальше символическая картинка. Вот это будет шкала энергии, как всегда, нацертикальная. То есть мы здесь рисуем потенциал... Допустим, это атом водорода. Тогда это электрон находится в потенциале типа минус Е квадрат делить на Р. Значит, вот как можно символически перерисовать эту полуонскую воронку. Вот здесь есть основное состояние. Пусть, например, электрон находится в основном состоянии. Но это не важно, поэтому я просто назову это... Напишу я ИТЭ. Это энергия начального состояния. Ну и, соответственно, речь идет о начальном состоянии. Дальше вот в атоме водорода есть там возбужденные состояния, дискретные. И вот что очень важно, что начиная с нуля, начиная с нуля, там идет непрерывный спектр. То есть выше нуля электрон может двигаться относительно протона с любой энергией. Здесь возникает непрерывный спектр. И это можно сказать, что это есть такой... Если даже рассматривать как дискретный, то это густой дискретный спектр, в котором уровни находятся на очень малых расстояниях друг от друга. Теперь предположим, что на этот атом падает периодическая электромагнитная волна. Вот так я нарисую здесь. Вот она отсюда падает. По оси игр движется. И частота этой волны равняется омега. Так вот, что произойдет с атомом водорода или с любым другим атомом, где есть квантовое состояние, где находится электрон, на который начинает воздействовать периодическое поле, с частотой омега. Вот задача о фотоэффекте говорит нам о том, что фотоэффект это и есть выбрасывание электрона из атома. И как оно происходит по модели Эйштейна. Он первым предположил, что электромагнитная волна эквивалентна потоку фотонов, каждый из которых обладает энергией омега. И фотоэффект состоит в том, что вот эта энергия электрон поглощает потон и получает всю эту энергию. Так вот, если эта энергия достаточно велика, то ее хватает для того, чтобы перебросить электрон из начального состояния, вот сюда в непрерывный спектр. Поэтому мы вот тут вот нарисуем, то есть согласно Эйштейну, электрон должен переходить в конечное состояние, кукла F обозначает final. Синергией равной начальной энергии, плюс ашонега. Плюс ашонега. Так вот, пусть вот эта ашонега достаточно велико, и конечное состояние находится вот где-то здесь. Где-то здесь. Вот. Еф. Энергия, которая определяется вот этой формулой. То есть вот эта вот разность, разность Еф минус Е, это и есть ашонега. Ашонега. То есть, возникает не раскачивание атома, а передача атома определенной энергии равная ашонега. И вот спрашивается, видно ли из этих формул, что так будет происходить. Вот такой процесс должен происходить. Это экспериментальный факт. А вот формула квантовая, которая определяет амплитуду вот такого перехода под действием периодического поля. Давайте внимательно посмотрим. Возьмем какую-нибудь энергию Ен. Вот это есть, это энергия конечного состояния. Поэтому Н это энергия конечного состояния. Возьмем какую-нибудь энергию Ен. Вот здесь вот. Которая находится близко к Еф. Ен. Вот. И посмотрим, что тут получается. Смотрите. Тут стоит Ен минус Еи, минус Ашонега. Но вот эта величина, это и есть с обратным знаком Еф. Еф. Поэтому, когда Ен приближается к Еф, здесь получается, что в знаменателе у вас образуется 0. И можно подумать, что это просто какая-то расходящаяся величина. Но это не так. В действительности, если здесь получается 0, то и здесь получается 0. то есть лучше сказать так, что пусть Ен немножко отличается от конечной вот этой вот энергии. Вот эта величина мала, эта величина мала. Если она мала, то экспоненты можно разложить в ряд. Первое слагаемое единицы, она будет сокращаться с этой единицы. А второе слагаемое, вот это вот показатель экспонента. Тогда вот эта скобка в показателе сократится с знаменателем. И останется выражение вот от этого всего масштаба время, да, время, деленное на h. Вот эта скобка сократится. Время, деленное на h. Вот масштаб этого слагаемого, если энергия приближается к конечному выражению. Вот, то есть здесь вовсе не как бы не бесконечность возникает, а вот такая растущая со временем величина. А вот здесь что получается? Когда здесь стоит плюс, здесь уже, соответственно, не получается у нас вот деление на ноль. Вот. И тогда здесь получается, в общем-то, унылая вещь. Ен минус Еит, это вот масштаба ашомика, вот масштаба ашомика. Здесь получается просто 2 ашомика, или просто величина масштаба ен, деленная на егитая. А в знаменателе, числителе, извините, у вас стоят экспоненты, которые по модулю всегда равняются единице, ну, из которого числяется действительно единица. Поэтому модуль вот этой величины, модуль числителя, это тоже величина масштаба единицы. Поэтому здесь получается величина масштаба 1, деленная на модуль расстояния между энергией, между уровнем, с энергией ен исходным уровнем с энергией ЕИТЭ. Вот. И вот понятно, что это есть какая-то конечная величина, а здесь стоит величина, растущая со временем, поэтому она всегда может быть сделана достаточно большой. Вот. И предположим, что вы сделали эту величину достаточно большой, так, чтобы первое слагаемое было много больше, чем второе слагаемое. А при каком условии это возникает? Когда время много больше, чем H, деленное на расстояние между уровнями. Но это и то, что мы только что в предыдущем пункте называли характерным временем атома. Я вам говорю, что для атома водорода это величина масштаба периода обращения электрона по Боровской орбите вокруг протона. Если не ошибаюсь, это масштабы 10-15 секунды. Поэтому вот это выражение, оно всегда, вот это условие, оно всегда в реальной жизни выполняется с гигантским запасом. Потому что когда вы исследуете фотоэффект, то понятно, что вы действуете в течение времени, масштаба секунды, а здесь еще, повторяю, здесь у нас 15 секунды. У вас есть гигантский запас. Поэтому в случае вот такого, в случае фотоэффекта, и как мы теперь понимаем, в случае, на самом-то деле, мы рассматриваем, неважно, фотоэффект, не фотоэффект, это система, которая вначале находилась в некотором состоянии, а в конце она попадает в непрерывный спектр, или квазенепрерывный спектр. Вот в любой такой системе будет вот этот вот эффект, что одно слагаемое гигантское, и растет со временем Т, а другое маленькое, и можно пренебречь. Поэтому вот уже здесь возникает упрощение, то есть на самом деле вот это все можно отбросить, и следует только вот этого вот амплитуда, квадратмодулян амплитуды, выдаст нам вероятность вот этого перехода, вероятность, или на применение к этой задаче, вероятность фотоэффекта, вероятность выбрасывания электрона в непрерывный спектр, отрыва его от протона. Так, для того, чтобы упростить дальше выражение, тут удобно упростить вот эту вот скобку. Давайте введем разность между энергией ЕН и тем, что Коинштейн является конечной энергией фотона. Сумма начальной энергии плюс энергия, извините, конечной энергии электрона. Сумма начальной энергии плюс энергия поглощенного фотона. И вот эту разность назовем дельта Н, ее она называет отстройка. Отстройка нашей текущей энергии от вот этой вот фиксированной энергии. То есть пусть дельта Н это по определению есть ЕН минус ЕИТ плюс H омега и вот это мы называем ЕФ. Так что вот здесь вместо этой скобочки стоит просто одна величина дельта Н. И тогда вероятность перехода вероятность перехода извините из Итого состояния в Н состояние ну давайте напишем P1 что из первого приближения как функция времени будет равняться квадрату модуля с Н в первом приближении от Т квадрату модуля вот и это равняется соответственно квадрат модуля матричного элемента от постоянного оператора который входил в наше возмущение на Е в степени И дельта Н от Т делить на H минус 1 деленное на дельта Н квадрате и сейчас немножечко упростим это выражение значит ясно что здесь можно вытащить вот такую экспоненту половинка от этой экспоненты за скобочки получается тогда оставшаяся половинка минус экспонента с обратным знаком половинка с обратным знаком дельта Н вот делим на двои получаем синус получаем синус получаем синус так и представляем сюда ясно что когда вы так сделали то при вычислении модуля вот это вот исчезнет поэтому вы поделили на двои умножили на двои вытащили это квадрат модуля двои это четверка будет будет 4 В Н и Т в квадрате на синус в квадрате вот дельта Н Т делить на 2 H деленное на дельта Н в квадрате то есть у вас получается что вероятность перехода в состояние зависит от существенно от отстройки то есть оно зависит от времени и оно зависит от того насколько вы отошли от ЕФ то есть во первых мы сразу видим что вовсе не идет переход только на эту энергию конечно же то есть эта формула показывает нам что переход идет в некоторую полосу близкую к тому что Пейнштейн называется конечной энергии электроны но давайте посмотрим как зависит вот эта вероятность вот от этого самого дельта Н нарисуем такую картиночку так давайте ее здесь нарисуем вероятность перехода перехода в первом продвижении от времени Т как функция дельта Н при фиксированном Т пусть Т фиксирована и мы интересуемся как вероятность зависит от того насколько энергия отстоит от вот этой идеализированной энергии конечного состояния если дельта Н равняется нулю то понятно что здесь получается ноль на ноль ну и видно что получается Т квадрат 4 H квадрат 4 сокращается поэтому здесь в общем все известно вот эта величина равняется квадрат модуля матричного элемента Т квадрат делить на H квадрат при фиксированном Т при фиксированном Т так а дальше дальше ну легко догадаться что когда вы делите на величину которая растет то все это должно падать потому что в числителе стоит величина которая меняется от нуля до единицы синус квадрат вот но ясно что есть некоторые характерные точки при которых синус обращается в нуль синус обращается в нуль если дельта Н на Т на 2 H равняется ну ноль мы уже учли это понятно что это не ноль дальше плюс-минус П вот он обращается в нуль плюс-минус 2П плюс-минус 3П и так далее вот соответственно это отвечает таким значением отстройки дельта Н плюс-минус 2П H деленное на время Т плюс-минус так почему я 3П написал а да все правильно плюс-минус 4П на H делить на время Т дальше будет плюс-минус 6 и так далее то есть вот тут возникает такие значения 2П на Т 4П на Т и в другую сторону все то же самое минус 2П на Т минус 4П на Т вот и график выглядит так вы сначала вот этой величины падаете вот сюда в ноль а потом можно показать что дальше идет отскок очень маленький и чем дальше тем он меньше и меньше то есть дальше идут колебания но с очень маленьким облигнутой то есть получается что вот у нас характерная ширина вот этой полосы характерная ширина этой полосы то есть при отстройке у вас возникает вот такая полоса вот это есть характерная ширина этой полосы Дельта Е назовем ее вот и для этой Дельта Е получаем половинку вот от этого расстояния то есть Дельта Е масштаба 2П H деленное на время то есть чем если возмущение действует в течение конечного времени Т то переходы идут ну на первый взгляд как бы с нарушением закона сохранения энергии то есть не идут буквально в состояние энергии которой есть начальное состояние плюс энергия фотона а идут с нарушением этого закона сохранения энергии вот в меру вот в эту меру эта формула часто переписывают так Т переименовывают Дельта Т и пишут в такой вот более симметричной форме в связи Дельта Е разброс энергии на время Дельта Т масштабы 2П H и называют эту формулу соотношение определенности для энергии и времени но вы видите что природа эта формула совершенно не такая как соотношение определенности между координат и импульсом который возникал как математическая теорема из свойств операторов координат оператора импульса вот для времени энергия можно получить только такие качественные соображения из такого рода задач потому что в квантомеханике не существует оператора времени это отдельный вопрос не существует оператора времени поэтому не существует жесткого теоремного вывода соотношения такого рода то там то здесь возникает вот здесь они тоже возникают при этом если время все больше и больше то соответственно вот это т больше и больше вот это все сужается и как бы получается что закон сохранения выполняется все более аккуратно и аккуратно то есть в конечном итоге все схлопывается очень узкой полосу которая вблизи вот этой вот энергии Еф вот но в течение приконечного времени надо учитывать вот этот эффект, что существует на разброс конечных энергий. Так, и заключая, мы хотим с вами получить, конечно, полную вероятность перехода. Полная вероятность перехода, это, собственно, сумма по всем вот таким вероятностям. Нас в конечном итоге интересует, с какой вероятностью в момент времени Т электрон вылетит из атома. При этом как правило, никто не интересуется, с какой конкретной энергии она там вылетает. То есть ясно, что эта энергия очень близка вот к этой самой предсказанной энергии, не ИТ плюс Н. Поэтому для того, чтобы получить полную вероятность П от Т, или вот так вот пишут ИФ, то есть изначально в конечное, то есть во все конечные состояния, в пределах полосы от Т, это будет сумма по всем конечным состояниям, вот этим конечным Н. вот от этого выражения, от выражения П и Н от Т, или для этой вероятности можно подставить вот эту вот величину. Но, значит, дальше удобно поступить таким образом. Если у вас есть шкала энергии, И Н, и вот на ней есть некоторая выделенная энергия ИФ, то вы сумму берете вот по состояниям немножко выше и немножко ниже вот этого ИФ. Значит, давайте считать, что у нас спектры не буквально непрерывные, а, как говорят, квази непрерывные, то есть состоят из дискретных уровней, которые очень близко находятся друг к другу. Вот. И тогда удобно вот этот вот, ну, так я утрирую, значит, здесь считаю, что полоса достаточно широкая, разбить вот эту шкалу на одинаковые интервальчики. Каждый из них имеет размер DE. И считать, что на каждом таком интервальчике имеется DN-состояние. Если это квазенепрерывный спектр, то есть дискретный, но густой спектр, то DN – это число состояний в интервале DE. В интервале DE. Поэтому здесь получается сумма уже по вот этим интервальчикам. DE по вот этим интервальчикам. Каждая вероятность, вероятность перехода на каждый конкретный уровень, на NT уровень, вы должны умножить, если вы взяли вот этот интервал, то там DN-состояние. Значит, у нас на число состояний DN, которое находится внутри интервала. Вот. Либо вы это переписываете в такой форме. Сумма по интервалам энергетическим. P1 и NT на N. DN делить на DE на DE. И вот это величину называют плотность состояния. Обозначает ее РО от Е. Это плотность конечных состояний. То есть отношение числа уровней, которые находятся в интервале DE, к этому интервалу. Плотность состояния. Ну, точнее, это энергетическая плотность состояния. Но слово энергетическое опускается. Плотность состояния. Вот. А в результате у вас получается сумма по интервалам умножить на величину интервала. И ясно, что если интервалы малы, то вы тем самым переходите к просто к интегралу. Это записывается в виде интеграла от вот этого величины P, которая зависит от энергии. Вот через эту вот отстройку. Отстройка есть разность между E5 и EF. P1 от T. Плотность состояния. Плотность состояния. На DE. При этом мы понимаем, что вот эта вероятность отличная от нуля только в маленькой полосе. Поэтому здесь запросто можно поставить в качестве предела интегрирования плюс бесконечность и минус бесконечность. Вот. И окончательно, окончательно, мы здесь получим следующую формулу. Вот это вот есть P1. Следующая формула. Полная вероятность перехода из начала в конец, как функция времени, равняется интеграл по E, где E, это есть EF плюс отстройка. Плюс отстройка. Ее фиксированная величина, поэтому, естественно, интегрирует, конечно, по этой отстройке, потому что она как раз и входит вот в выражение для вот этого P. При этом все величины, которые медленно, слабо зависят от энергии. Ясно, что вот если у вас есть рядом лежащие состояния, то они обладают примерно одинаковыми функциями. Поэтому этот матричный вент получается для рядом стоящих состояния примерно одинаковым. Поэтому все величины, которые медленно меняются от энергии, они могут быть вынесены за знак интеграла, потому что в интеграле стоит вот эта вот величина, графика которой я сейчас стер, которая обладает острым максимумом. Поэтому вытаскиваем за знак интеграла медленно меняющейся величины и индекс N заменяем на индекс F, то есть вместо N-ного состояния мы берем состояние, которое отличает вот этой конкретной энергии. Дальше ρ от E, это тоже, конечно, медленно меняющаяся величина. Ро от конечной энергии EF, а остается интеграл вот от вот этой вот отстройки, то есть синус дельта Т делить на 2H в квадрате, делить на дельта в квадрате, Д дельта. Переходим, естественно, переменной дельты. И тоже пишем здесь от минус бесконечности до плюс бесконечности, потому что это интеграл вот от этого пика, который здесь был нарисован. И этот пик набирается на очень маленьком расстоянии, поэтому пределы могут быть взяты бесконечными. Тогда мы здесь переходим к переменной вот этой вот безразмерной дельты умножить на Т делить на 2H. Для этого мы домножаем вот эту величину на Т делить на 2H в квадрате. Я тут, соответственно, умножаем такую же величину, поэтому Т делить на 2H выносится за знак интеграла. И получается интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот синус квадрат некоторой величины Z безразмерной переменной. Z квадрат на DZ. А это есть известный определенный интеграл, его значение равняется П. 3 делить на 2H вносится на П. Вот, в результате мы получаем следующий ответ. Что полная вероятность перехода под действием периодического возмущения из некоторого фиксированного состояния в непрерывный спектр равняется... как функция времени, равняется... 4 сокращается с двойкой будет двойкой. Вот это П стоит, 2П. Вот это вот H в знаменателе. Дальше идет квадрат матричного элемента. между начальным и конечным состоянием от оператора постоянного, который входит в оператор периодического возмущения. На плотность конечных состояний, взятого тоже вот в этот, в характерной, при характерной энергии EF. И умножить на время. И умножить на время. Вот, и получается довольно естественный ответ, что чем дольше светите, тем дольше действуете периодическим возмущением, тем больше вероятности вы найдете систему, перешедшей в непрерывный спектр или в случае фотоионизации, тем больше вероятности вы найдете электрон, перешедший в непрерывный спектр и улетевший от исходного атома. Соответственно, физический смысл, конечно, обладает вот эта величина, не зависящая от времени. Вот эта величина, не зависящая от времени. Это есть отношение вероятности перехода к времени, за который этот переход происходит. И эта величина обычно обозначается вот так вот, W и F. И называется вероятность перехода ведется время. Вероятность перехода ведется время. Мне бы следовало написать вот отдельную формулу, W и F равняются вот этой величине, но поскольку здесь у меня как-то, в общем, временем уже плоховато, поэтому, с вашего позволения, я вот так все просто обведу и напишу, что это есть, вот эта формула известна в литературе и в науке, как правило Ферми. Иногда в некоторых учебниках, когда я пишу, что золотое правило Ферми, подчеркиваю, что какой же простой ответ получился. Если у вас есть периодическое возмущение, всего-то нужно посчитать матричный элемент, один матричный элемент между начальным состоянием и характерным конечным состоянием, вот с такой энергией, и умножить на плотность, возвести его по модулю в квадрат, и умножить на плотность конечных состояния. И вы получаете вероятность перехода в единицу времени, которая дает вам просто вероятность. Так, и последнее, что тут надо сказать. Нет ли здесь какого-то, какой-то неприятности в этой формуле? Смотрите, вероятность это все-таки величина, которая по определению не может быть больше единицы. Если у вас получилось, что вероятность пропорциональна времени, но, казалось бы, если подождать достаточно долго, то при фиксируемом вот этом числе, вы всегда можете получить вероятность, которая получается больше единицы. Вот. Здесь надо вспомнить, что мы работали с теорией возмущений. То есть предполагали, что вот вычисляемая амплитуда c1, она мала, она несет малость ε. Понятно, что квадратные модули тоже несет малость ε. Поэтому условие применимости этой формулы состоит в том, что это можно применять только тогда, когда эта величина мала. При малых, ну как бы так, при малых временах, вот в этом смысле слова. Пока вот это произведение мало, вот на таких временах это работает. Но возникает вопрос, а что тогда происходит на больших временах? Понятно, что можно на малом времени вот так посчитать. А что произойдет на большом времени? И тогда давайте с вами проведем такое простенькое рассуждение. Пусть у нас в начале момент времени существовало N0 систем, которые находились в этом состоянии. И вы на каждую систему действуете периодическое возмущение. Тогда с течением времени система, естественно, это число N0 начинает убывать. Система переходит в возбужденное состояние, то есть распадается, превращается в некоторые другие системы. То есть с течением времени число систем в исходном состоянии будет описываться числом Nt. При этом за время Δt число систем, которые перейдут из начального состояния, будет непрерывный спектр, будет как раз определяться произведением числа систем, которые там были к моменту времени t, на вероятность того, что за время Δt произойдет переход. А поскольку время Δt мало, то там можно как раз заведомо пользоваться вот этой формулой. То есть писать вероятность перехода в единицу времени из начала в конец на малое время Δt. То есть число систем в начальном состоянии к моменту времени t плюс Δt будет определяться формулой. Число систем, которое там было к моменту времени t, минус вот это число, число ушедших систем. То есть Nt, минус умноженная вероятность перехода в единицу времени на Δt. Теперь если Nt перенести на левый, поделить ее на Δt, и Δt устремить к нулю, то вы получаете известное дифференциальное уравнение для числа систем, которые находятся в исходном состоянии, и оно равняется, для производной числа систем, которые находятся в исходном состоянии, оно равняется числу Nt, умноженная вероятность перехода в единицу времени. Вот. И нетрудно догадаться, что это получается экспонент. Nt решением этого уравнения является N0 на E в степени минус WF на t. То есть это и есть закон экспоненциального распада, закон радиоактивного распада. Число систем меняется экспоненциально. Если это переписать вот в такой форме, T делить на τ, то τ, у которой есть величина обратная к вероятности перехода в единицу времени, это и называется время жизни системы. А можно написать это еще и в такой форме, N0,2 в степени минус T на T1,2. Вот это будет буквально закон радиоактивного распада. И вот это величина называется периодом полураспада. И как оно связано с величиной ТАО, это вы, пожалуйста, сообразите сами. Я просто закончу на том, что вывод отсюда закона радиоактивного распада намекает нам на то, что в огромном числе задач, где есть радиоактивный распад, вот этот закон радиоактивного распада, там в действительности работают правила фермия. То есть это гамма распада, бета распада, они все вычисляются вот по этому правилу, и по этому правилу фактически вычисляется время жизни тех систем, которые совершают эти распады. Вот на этом мы с вами закончим. Спасибо за внимание.